добрый вечер уважаемые соотечественники сегодня прозвучала информация буквально вот недавно что косможимар токаев завтра проведет совещание и на котором будет объявлено о том что так называемый жесткий карантин или как они говорят локдаун будет сроком 14 дней с возможностью продления еще на 14 дней но как вы понимаете на самом деле когда говорится жестком карантине это подразумевает что режим чипы не вводится и те самые небольшие денежные средства размере 40 2500 тенге не будет выплачиваться в принципе собственно для чего делается карантин они режим чипы чтобы людям не платить то есть 11 мая люди вышли из частично из режима чп и карантина но при этом только незначительная часть получила поддержку со стороны государства это с большим трудом и с 11 мая правительство объявило что больше такой поддержки не будет и недавно выступал министр труда и тоже сообщил что новый режим какого-либо карантина не подразумевает финансовую поддержку со стороны государства что это значит это значит что с 5 июля будет объявлен так называемый жесткий карантин локдаун и всех отправит на карантин на 14 дней и вы будете сидеть без денежных средств без возможности приобрести себе самое необходимое и все это время статические данные будут публиковаться якобы что вот 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 стало чуть лучше и будет обращение следующее ну давайте еще 14 дней просидели 14 дней давать еще 14 тогда будет все хорошо вот собственно такой сценарий предполагает поэтапные обливание холодной водой наши граждан чтобы они не кричали что как целые 28 дней мы будем сидеть на карантине а кто будет кормить семью вот такой вот как бы хитрый ход на самом деле примитивный со стороны правительства назарбаева такая его итак завтра мы уже услышим что будет строгий карантин 14 дней а затем еще 14 дней уже друзья сегодня вместе здравоохранения распространила информацию что якобы там ряд лекарственных препаратов они уже отгружены вот буквально вот-вот будут в аптеках вы помните что пару дней назад такая выступала говорил я вам даю 5 дней чтобы все эти лекарственные препараты появились в аптеках ну и собственно вчера я сказал что за 5 дней невозможно импортировать лекарства значит они лежат внутри нашей страны и сейчас такая будет рвать на себе рубашку и заявлять вот он какой сильный сильная рука видите топнул ногой и сразу от лекарства появились вот собственно такие дешевые приемы для того чтобы произвести как бы впечатление на население нашей страны сказать какой вот у нас президент заботливый и такой сильный вот рыхлая масса которые ничего если не представляет пытается таким образом заработать очки дешевые очки но это просто еще раз говорит о чем о том что так называемый межведомственная комиссия которая была предназначена для того чтобы решать все эти вопросы она не работала не работает и все простые вопросы самые простые это же не лекарства производить просто нужно отгрузить со складов в аптеке такая тема вообще просто не никаким образом не координировалась вот собственно цена вопроса кто рулит страной как бы условно рулит я между такая вот вот и второе мы сейчас слышим жалобы что вот ахтаус и врачи обратились гражданам пожертвуйте пожалуйста деньги и потом радостно было сообщено что собрали 700 тысяч тенге это где-то полторы пищи долларов один аппарат и вывел стоит порядка минимум 20 тысяч долларов чтобы вы понимали понятно что то же самое сделали от раусские врачи и мы это повсеместно видим но сегодня я углубился в наличии и был у нас в казахстане выяснил что министр здравоохранения сообщает что в стране их 3200 штук и из них всего лишь 30 процентов задействовано остальные вроде бы как бы в резерве в них нет необходимости вот представляете себе у нас и и в элов аппарате аппаратов в избытке на самом деле и они собираются еще приобрести то есть фактически это просто недостаток связан с тем что где-то лежит избыток где-то дефицит и министерство здравоохранения просто даже не перераспределяла эти аппараты по разным регионам страны еще сегодня я опубликовал пост и сообщил что 8 апреля закон о бюджете страны была внесена поправка и бюджет комитет национальной безопасности был увеличен на 52 миллиарда тенге то есть до этого была сумма порядка 350 миллиардов сейчас 4 403 миллиарда тенге спрашивается это в апреле когда цены на нефть рухнули где-то приблизительно три-четыре раза правительство объявила что произойдет сокращение бюджета страны что теперь доходы бюджета будут считаться из расчета цены на нефть 20 долларов за баррель они 55 как было когда они раньше планировали и правительство токаева назарбаева объявил о том что будут сокращения будут сокращения меньше будет всяких разных праздников фестивалей и так далее они об этом заявили и вот представьте себе что в апреле когда уже было известно что по итогам марта бюджет не до собрал 320 миллиардов тенге налогов потому что цены рухнули на нефть ну что объявили карантин в середине марта и в этих условиях когда был уже дефицит за день месяц 30 20 миллиардов тенге 8 апреля принимается решение увеличить бюджет комитета национальной безопасности на 52 миллиарда тенге вот обратить внимание здесь ахтаус кие врачи говорят помогите купите нам аппараты благодарят за то что люди им скинули 700 тысяч тенге под носом у всех граждан 52 миллиарда тенге растет в бюджет комитета национальной безопасности который уже был утвержден ранее и они его корректируют а для чего потому что комитет национальной безопасности возглавляет карим массивов он манипулирует на султана назарбаев он нагоняет страхи он говорит что вот сейчас люди обозлены бедность карантин и чтобы с этим справиться нам нужно усилить наш репрессивный механизм и таким образом в условии когда казалось денежных средств не хватает бюджет комитет национальной безопасности получает 52 миллиарда тенге это 130 миллионов долларов представляете ну давайте мы поймем что можно было бы сделать на эти 130 миллионов долларов если один аппарат и вывел стоит порядка 20 тысяч долларов то простые расчеты показывают что на эти деньги можно было бы купить 6 6500 аппаратов я вам так скажу в одной москве живет порядка 20 миллионов человек там приблизительно столько аппаратов и они обеспечены в полной мере то есть нашей стране вот эти три тысячи 200 и вэлов но максимум 4000 достаточно то есть ясно что на эти деньги можно было что приобрести и лекарственные препараты и маски и автомашины и скорой помощи то есть на сумму 50 миллиардов тенге можно было вообще наши все медицинские учреждения снабдить достаточным количеством автомашин и аппаратов и вл давайте задумаемся вообще для чего нужен комитет национальной безопасности комитет национальной безопасности он народе прозван комитетом надарбаевской безопасности эти люди в погонах и не погонах они просто стоят за министерством внутренних дел за полиции и дают им команду вы наверное видели на митингах когда толпа полицейских двигается пузатых таких медлительных не желающих участвовать в избиении граждан обязательно среди них бродят разные люди в барсетках ну прям по ним видно что именно они рулят нашими полицейскими и мы все прекрасно знаем что это представитель комитета национальной безопасности то есть это надзирателей надзирателей карима масимова чтобы полиция долбила людей известно что рядовые сотрудник комитета национальной безопасности получает около полумиллиона тенге в месяц имеют бесплатные квартиры имеет санатории каждый год доплаты к заработной плате высший состав офицеры и более полковники генералы и так далее зарабатывают около пяти миллионов тенге плюс они имеют бюджеты на поддержку разных агентов доносчиков и так далее вы понимаете деньги списываются миллионами миллиардами в карманы этой политической верхушки то есть если комитет национальной безопасности имеет бюджет свыше 400 миллиардов тенге вдруг исчезнет вы даже не заметите что этот уровень вообще нашей стране был нужен а что такое 400 миллиардов тенге это единовременно 8 миллионов человек могут получить поддержку государства от государства по 50 тысяч тенге 8 миллионов а прошлый раз когда правительство выплачивала 42 тысяч 500 тенге они заявили что якобы эту поддержку путь получили 4 и 6 миллиона человек вот представьте себе что одно ведомство может единоразово обеспечить выплатами 50 тысяч тенге 8 миллионов человек почти половину нашей страны или почти все трудоспособное население вы представляете какой орган и теперь вы наверное понимаете что если каждое ведомство так потрясти там вырезут миллиарды которые тратятся на разные мероприятия никому не нужны вот сегодня мы видели список мест где планируется провести концерты 6 июля в астане и в алмате при том всем что такая заявляет что вот нам надо сократить разные расходы не проводить всякие фестивали все прочее мы сегодня увидели что на самом деле астана от этого не отказывалась но связи с тем что было массово возмущение сейчас вот буквально час назад вышло сообщение что концерты будут режиме онлайн то есть не будут собираться людей но какая разница расходы то не пропадут это артисты музыканты будут песни петь специальная техническая группа будет обеспечивать режим онлайн это достаточно дорого по всей стране то есть эти расходы никуда не пропадут а кому нужны эти расходы концерты когда люди массово болеет когда тот же самый токаев заявляет о том что мы находимся состоянием войны и какие могут быть празднования расходы эти артисты музыканты они будут ходить десятками сотнями на помостах театральных учреждениях это же подвергать риску себя и окружающих поэтому вы понимаете да какие расходы сейчас продолжает эта система делать вы знаете вот центральные улицы в астане взяли кредит у китайцы свыше 90 миллиардов тенге чтобы ее реконструировать она прекрасном состоянии и но вот сегодня вышла информация что назарбаев на греческий язык перевел свою никому не нужную книгу и якобы там живет 60 тысяч наших бывших соотечественников поэтому книга переведена на греческий язык вы так понимаете что он переводит эту книгу за счет государственных средств которые якобы пожертвовали спонсора это спонсор это фактически наш бизнес они вливают деньги чтобы сжигались бесполезно никому не нужные представления о его книге я знаю что здесь во франции презентовали разные книги тоже переводили на французский язык посольстве устраивали целую шоу нанимали переводчик устраивали переводчиков устраивали концерт это происходит повсеместно по всем странам где есть наше посольство вы понимаете какой масштаб потерь гигантских потерь а празднование абая празднула абая сейчас большие делегации ездить по разным странам мира вот около люцерна около озера поехали наши дамбристы и рассказывали о баба и просто на самом деле это прогулка для музыкантов тратится гигантские ресурсы но абая абая нам наш никому не нужен кроме наш наш граждан казахстана и для чего все это тратить в условиях когда как говорит такая денег стране нет что надо экономить это происходит на фоне когда нет лекарственных препаратов когда государство не оказывает помощь матерям многодетным когда у нас очень много социально не обеспеченных слоев населения когда врачи буквально стонут и просит помощи и поддержки говорит купите нам аппарат и вл вы представляете десятки миллиардов тенье на ваших глазах тратится вообще воздух по сути дела не в никуда а сколько отдельно воруется вы представляете если они официально этот показывать бюджете потом смывает тратят эти деньги вы представляете по каким схемам миллиарды тенге просто убегает и вы карман и поэтому безусловно мы должны потребовать чтобы вообще все эти концерты были отменены повсеместно по всей стране эти денежные средства пошли на поддержку системы здравоохранения необходимо у комитета национальной безопасности эту сумму в размере 50 миллиардов тенге отобрать перераспределить на месте здравоохранения чтобы эти деньги пошли на нужды населения период пандемии все это сейчас нынешняя ситуация еще раз подтверждает что нынешние политическая верхушка во главе как с назарбаев такая и нынешним примером просто не соответствует требованиям времени то есть в условии когда они заявляют что население не будет оказана никакая поддержка сотни миллиардов тенге уходит мимо уходит тратится куда угодно но только не на нужное население и бизнеса я вчера от имени демократической выборы казахстана заявил что нам необходимо потребовать чтобы каждому гражданину выплатили по 100 тысяч тенге в течение трех месяцев июль август и сентябрь потому что на предыдущем карантине люди сформировали долги разные обязательства и это поможет людям выжить более того эти деньги вольются в экономику и помогут развитию малого среднего бизнеса вчера мы также потребовали чтобы правительство выплатила начиная с марта до конца июня все проценты по кредитам для физических лиц и для юридических лиц для малого среднего бизнеса эта сумма небольшая масштабах страны всего лишь один миллиард порядка одного миллиарда долларов это позволит тоже снять напряжение именно гражданам нашей страны и банки могут спокойно функционировать я показываю какие ресурсы на ходу вот буквально на поверхности лежат а если пока покопаться бюджете страны там найдутся гигантские средства и в это время режим нанимает всяких троллей нур-ботов которые говорят вот облязов ты сидишь за рубежом давай потрать свои деньги спрашивается с какой стати этот режим меня грабил отобрал конфисковал вот весь мой бизнес преследует по всему миру только буквально два дня назад я уехал с того места где находился там все время роились агенты роились агенты минимум 20 человек круглые сутки после меня около 10 машин мотоциклисты самокатчики они просто охраняли и следили за мной готовы какие-то акции против меня вы представляете какие средства тратится для того чтобы преследовать это все делать с руками комитета национальной безопасности поэтому уважаемые друзья вы все должны знать не надо вообще никакие деньги жертвы для по просьбе назарбаева не на ивл ни на что нужно просто отлавливать их хватать за руки показывать что они воруют деньги и не давать возможности чтобы эти деньги затекали к ним карман в условии когда люди наши находятся без средств существования денег в стране достаточно даже в условиях этого кризиса достаточно поэтому уважаемые друзья я обращаю ваше внимание на то что сейчас шал он вообще не способны но им по сути манипулирует продолжает манипулировать карима симов и эти миллиарды долларов которые сейчас мимо протекает они протекают именно под назором карима масимова который вот не случайно только в апреле увеличил бюджет комитет национальной безопасности на 50 миллиардов тенге финансируя их к нбш ников бесплатными квартирами машинами разными премиями то есть эта структура направлена подавление наших прав на то чтобы удержать этот политический строй я уверен что если мы объединимся и потребуем чтобы этот режим выплатил каждому по 100 тысяч тенге в течение трех месяцев и выполнил все требования которых я озвучил средства будут найдены если правительство скажет что их нет я им легко покажу где они есть только тогда когда мы будем требовать только тогда когда мы объединимся я уверен что в течение карантина у миллионов откроются глаза только тогда мы объединившись добьемся смены режима потому что ничего этот режим нового для вас не откроет никаких улучшений не будет единственный способ изменить нашу жизнь отстранить этот режим от власти алга казахстан а а а а а а а Продолжение следует...